Пункт приема был расположен в этом гараже. Здесь правоохранители обнаружили и секции заборов, и прутья, и провода. По словам Сергея Волкова, сюда приходили сдавать металл со всей округи. Сам мужчина тут в третий раз. Ребята показали, где собираю по дороге, там гвоздик, там трубку, там еще что. Ну и принес сюда. Хожу на дорогу надо, на проезд, на сигареты надо. Я считаю, если вот так вот работать, собирать, это не дешево, конечно. Руб 20, руб 50, когда там. Анна Харченко – хозяйка гаража. Женщина уверяет о том, что тут принимают металл, ничего не знала. Начала убирать мусор с гаража. Подошел мужчина, попросил сдать гараж ему. Сказал, под ремонт машины. Я сдала ему. Но я не могла, мне далеко ездить этот самый. Я не здесь жила, по адресу далеко жила. Я поэтому приехала сегодня за два месяца забрать деньги, 400 гривен. Принимал металлолом 51-летний безработный Михаил Герасимов. Мужчина говорит, решил так подзаработать, прежде чем открыть автомастерскую. Поговорил с ребятами, там предложили мне, возьми металлом, займись. Ну, все-таки же деньги будут. На ремонт все-таки пойдет, на запчасти. Я знаю, где-то в Донецке принимают на заводе металл. Потом уже хотел договариваться с кем-то, чтобы загрузить машину и везти его, сдать туда. Про нелегальный пункт в милицию Горнятского района сообщили местные жители, рассказывает Евгений Селин. Данная информация была принята к сведению. Сразу же сотрудник отзвонился на дежурную часть. Данный факт был зарегистрирован. Приехала группа. И в настоящий момент проводятся мероприятия по документированию работы этого металлоприемного пункта. Дальнейшую судьбу этого предпринимателя решит суд. За такую деятельность ему грозит штраф минимум 9 тысяч гривен. Игорь Тарасевич, Евгений Сесоев, Панорама.